Аркам ТВ представляет Вначале скажу, что для меня большая честь. Я невероятно благодарен за возможность обратиться к вам здесь, в Исламском центре Канады. Мне немного неловко, поскольку в этой аудитории сидит мой дорогой учитель, шейх Абдуллах Идрис. Как только я зашел в эту мечеть, мне вспомнилась старая арабская пословица «Когда приходит утро, нет нужды в лампе». Тем не менее, мне выпала честь выступать перед вами. И поэтому я бы хотел поделиться с вами аятами, над которыми я размышлял в последнее время в процессе моего изучения Корана. И в особенности после общения с молодыми мусульманами. И разговоры эти часто касались темы вины. Поэтому я бы хотел поговорить сегодня о том, когда мы должны чувствовать вину и когда не должны. Разумеется, Всевышний Аллах установил для нас определенные деяния, которые мы, как верующие, должны совершать и которые ожидают от нас. И также есть деяния, которых мы должны остерегаться. Все мы их очень хорошо знаем. Общаясь с родителями, мы должны придерживаться определенных правил и норм. И если вы повысите голос на отца или скажете что-то грубое, вам должно быть стыдно за это. То же самое касается матери. Если вы проявите раздражение при ней или будете игнорировать ее просьбы, задевать ее чувства, вы должны испытывать вину за это. То же касается семейных отношений. Если жена не соблюдает право своего мужа или муж не соблюдает права своей жены, им должно быть стыдно. Они должны чувствовать себя виноватыми. И это чувство Всевышний Аллах вложил в нас, чтобы помочь нам совершать правильные поступки. И вина – это чувство, которое Аллах вложил в нас. Это часть механизма, который помогает нам идти по правильному пути. Более того, вина – это настолько сильное и важное чувство, что Всевышний Аллах даже косвенно клянется им и упоминает о нем в Коране. Клянусь душой попрекающей. Душой, которая постоянно винить себя за грехи. Которая чувствует себя виноватой. Получается, вина – это очень важное и необходимое чувство. Однако, необоснованная вина может стать разрушительной. Мы должны чувствовать свою вину перед Аллахом. Это первое, о чем я хочу напомнить себе и всем вам. Нам должно быть стыдно перед Аллахом. Даже если я плохо поступил с вами. Например, вы поздоровались со мной, а я не ответил. Проявил высокомерие, повернулся к вам спиной и вообще повел себя грубо. То мне должно быть стыдно за это. Я должен знать, что в первую очередь я совершил грех и ослушался своего Господа. Я вспомнил аяты из суры «Ан-Нур», в которых Всевышний Аллах приводит историю о том, как люди распространяли клевету в адрес Аиши. Да будет доволен ею Аллах. Нужно отметить, что не все говорили про нее плохие вещи. Не все распространяли клевету. Были и те, кто просто в своем кругу обсуждал эту новость. «Эй, слышал, что говорят про Аишу? А это плохо, что люди говорят такое про Аишу? Зачем они так делают? То есть они просто говорили, но сами ее не обвиняли». Но даже такое простое обсуждение создавало новую волну разговоров, и в результате эта тема долгое время оставалась актуальной и обсуждаемой. Хоть люди и не говорили ничего плохого, они невольно поддерживали эти слухи и способствовали их распространению. Так вот, в суре «Ан-Нур» Всевышний Аллах порицает за это верующих и говорит, «Почему, когда вы услышали это, вы не сказали, «Нам не подобает говорить такое?» Субханаллах, причисто Аллах, это великая клевета». Верующие должны были сказать «Субханаллах». Но почему именно «Субханаллах»? Почему оно упомянуто в этой фразе? «Нам не подобает говорить такое?» Субханаллах, это великая клевета. Мы говорим «Субханаллах», когда мы сами или кто-то другой совершает преступления в отношении Аллаха. Когда люди совершают ширк, то Всевышний Аллах говорит в Коране. Субханаллах, причист он, и премного выше того, что они говорят. Субханаллах, Аллах превыше того, что они приписывают ему. Таким образом, прославление Аллаха, произнесение «Субханаллах» это очищение Аллаха от того, что не подобает его величию. Вот что мы имеем в виду, когда говорим «Субханаллах». Я знаю, что в юго-восточных культурах, когда люди видят что-то приятное, они говорят «Ох, Субханаллах». Они вкладывают свой смысл в слова «Субханаллах». Однако изначальный смысл этой фразы, как он пришел из Корана, а также из речи древних арабов, это очищение Аллаха от всего, что ему не подобает. И арабы произносили его в моменты богохульства, когда произносилось нечто совершенно неподобающее и недопустимое про Аллаха, то реакцией на это были слова «Субханаллах». Когда ангелы спросили Аллаха «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя», Всевышний Аллах ответил им «Воистину я знаю то, чего вы не знаете». И когда ангелы почувствовали, что, возможно, они перешли границу дозволенного, возможно, их вопрос был неподобающим величию Аллаха. Поэтому далее они сказали «Субханака, причис ты, мы знаем только то, чему ты научил нас, воистину ты, знающий и мудрый». Итак, вот в каком смысле используется фраза «Субханаллах». Для чего я привел это объяснение? Люди говорят про кого-то, распространяют новости о ком-то, как это произошло с Аишей, да будет доволен ею Аллах. Если мы слышим, что о ком-то распространяются слухи, то даже если это не делается со злым намерением, мы должны тут же вспомнить, что причинение обид кому-то или обсуждение за его спиной того, что ему или ей не понравится, это преступление не только против того человека, это преступление в отношении Аллаха. Поэтому, Субханаллах, и было упомянуто в том аяте. Итак, держа это в уме, я хочу напомнить вам, перед кем в первую очередь мы должны чувствовать вину. Сначала мы должны чувствовать вину перед Аллахом, Свят Он и Велик. И есть огромная разница между моей виной перед Аллахом и виной перед каким-то человеком. Давайте разберемся в этом немного. Приведу вам практический пример из реальной жизни. Все мы знаем историю сыновей Якуба, мир ему, в Коране. Его сыновья совершили очень плохое деяние. Много лет они причиняли боль и страдания своему отцу. Они ругали его, называли сумасшедшим, учили своих детей, своих жен называть его сумасшедшим. И был момент, когда сыновей Якуба вообще не было дома. Они были в Египте вместе с Юсуфом, мир ему. И когда Якуб, мир ему, находясь дома, почувствовал запах рубашки Юсуфа, то он не был один дома. Рядом с ним были его невестки и его внуки, поскольку сыновей дома не было. Они были в другом месте. И Якуб сказал в тот момент, «Воистину, я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». А в другом варианте, «О, если бы вы только не посчитали, что я сошел с ума». Кому он говорит «Вы»? Скорее всего, это его невестки и его внуки. То есть, они могли бы посчитать, что Якуб, мир ему, сошел с ума. С чего бы им называть его сумасшедшим? Они научились этому от сыновей Якуба, хотя его сыновья знали, что их отец – пророк Аллаха. Они знали это. Они знали, что Якуб, сын Исхака, сына Ибрахима, мир им всем. Они все знали это. Но все равно они проявляли такое ужасное неуважение к пророку. Уже тот факт, что Якуб был их отцом, требовал от них уважения к нему, не говоря уже о том, что он был пророком Аллаха. Это был очень серьезный грех с их стороны. Но в конце этой истории Всевышний Аллах дает нам понять, что сыновьям Якуба стало стыдно за свое поведение. Когда все узнали, что они совершили с Юсуфом, и они оказались приниженными, им стало стыдно за свое поведение. Они пришли к своему отцу и сказали, «Прости нас, попроси за нас прощения перед Аллахом, пожалуйста, помолись за нас». Вы не можете помолиться за кого-то, если вы ненавидите его, если вы злитесь на него. Получается, сыновья Якуба соединили здесь две вещи – просьбу о прощении и просьбу помолиться за них, поскольку он не смог бы помолиться за них, если бы сначала не простил их. Поэтому, когда они сказали отцу, «Попроси Аллаха простить нас», тем самым они просили прощения и у самого Якуба, мир ему. Но Якуб, мир ему, тоже был человеком. За все это время он так много плакал, что потерял зрение на долгие годы. Аллах вернул ему зрение посредством рубахи Юсуфа. То есть, это не было чем-то легким для Якуба. Сыновья Якуба не просто обидели его однажды. Нет, это продолжалось многие годы. Они не просто ужасно поступили с Юсуфом, мир ему, и со своим отцом. Также они плохо обращались с Беньямином, младшим полнокровным братом Юсуфа. Они его также обижали. То есть, за ними была длинная история грехов и притеснения. И одно «прости нас» не могло все это перечеркнуть. Этого было недостаточно. Поэтому Якуб, мир ему, повернулся к ним и сказал, «Я попрошу моего Господа простить вас». То есть, не сейчас, а потом. Ученые, толкующие этот аят, сказали, что Якуб этими словами указал на то, что он отложит свою мольбу за них. Он попросит за них, но не сейчас. В тот момент он не был готов простить их. Итак, сыновья Якуба чувствовали вину перед своим отцом. Они просили у него прощения. Однако Якуб сказал им, что он не был готов простить их и помолиться за них в тот момент. Он сделает это в будущем. Возможно, но не сейчас. Для чего я привел вам эту историю? С ее помощью мы можем понять разницу между человеческой способностью или неспособностью простить кого-либо сразу и прощением Аллаха. Всевышний Аллах прощает сразу. Вы можете годами совершать грехи и ослушаться Аллаха, совершать грехи один за другим. Неважно, осознанно вы их совершаете или нет. О, Аллах, я знал, что молиться обязательно, но я не молился. Я знал, что это грех, но все равно делал его. Я знал, что это запретный заработок, но все равно продолжал работать там. Я знал, что лжесвидетельствовать – это грех, но все равно сделал это. Я знал, что нельзя такое говорить, но все равно это сказал. Я обидел моего брата, потому что был зол на него. Я не помог соседу, потому что забыл про него. В те дни я думал только о себе. Я знал, что нельзя грубить родителям, но все равно сорвался на них. Меня захлестнули эмоции в тот момент. Что бы это ни было, сколько бы вы не грешили, сколько бы не ослушались Аллаха на протяжении многих и многих лет, вам достаточно покаяться перед Аллахом за все грехи, и Он простит вам. Ведь Всевышний Аллах говорит, «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он, прощающий, милосердный. Даже если раб переступит все границы в совершении грехов, и так будет продолжаться многие годы, если он всю свою жизнь будет грешить, все равно пусть не теряет надежду на милость Аллаха, поскольку Аллах прощает все грехи, вернись к Аллаху, покайся перед Ним». Но это кажется слишком легким, ведь когда мы просим прощения у какого-то творения, они не прощают нас так легко. В результате люди делают то, что в психологии называется проекцией. То есть мы проецируем человеческую неспособность прощать легко и сразу на самого Аллаха, и мы начинаем думать, что Аллах тоже сразу не прощает. Люди говорят себе, «Как Аллах простит меня? Ты хоть знаешь, сколько грехов на мне?» Да-да, я тоже слышал про аят, где Аллах говорит, что прощает все грехи полностью. Но, брат, ты же понимаешь, я такие дела натворил, я безнадежный грешник, и ты даже не представляешь, насколько я далек от того, чтобы надеяться на прощение от Аллаха. Вы даже не представляете, как много людей пишут мне, «Я знаю, что Аллах гневается на меня, я знаю, что Аллах ненавидит меня». Просто невероятное количество мусульман считают, что они никогда не заслужат прощения от Аллаха, что даже надеяться не стоит. Я хочу, чтобы вы знали одно. Вина – это хорошее и полезное чувство. Именно с этого мы начали. Но есть и искаженное чувство вины, когда человек думает, что из-за тяжести своих грехов Аллах никогда не простит его. Он теряет надежду на прощение от Аллаха. Знаете, кто убежден, что Аллах не простит его? Иблис. Он убежден в этом. Если я разделю с ним это убеждение, то значит, я в пропащей группе. Я ни в коем случае не должен так думать про себя. И вы ни в коем случае не должны думать, что Аллах никогда не простит вас. Этого нельзя делать. Не поступайте так с собой. Есть еще одна фраза, которая может привести к отчаянию. «Аллах гневается на меня. Аллах ненавидит меня». Что удивительно, хоть в Коране и встречаются слова «карахия», «карага», глагол «якраху», что означает «ненавидеть», «чувствовать отвращение». Всевышний Аллах не использует это слово в отношении людей. К примеру, Аллах не говорит, что Он ненавидит кого-то. Он говорит, что не любит такого-то. Да, Всевышний Аллах не любит определенные группы людей. Но Аллах нигде не говорит, что Он ненавидит определенных людей. Когда же Аллах говорит, что ненавидит что-то, то это обычно какое-то действие, совершаемое людьми. Например, Аллах возненавидел в значении «не пожелал», чтобы они отправились в поход. Таким образом, Аллах упомянул действие, которое Он ненавидит. Но Аллах нигде не упоминает о том, что Он ненавидит каких-то людей. Он говорит, что не любит каких-то людей. Они теряют любовь Аллаха. И это приводит нас уже к другой противоположной крайности. Одна крайность – это когда люди чувствуют такую сильную вину, что отчаиваются в прощении Аллаха. А другая крайность – это когда люди переплевывают даже христиан, говоря, «Аллах любит всех своих рабов. Не переживай, Аллах простит тебя. Почему ты постоянно чувствуешь себя виноватым? Не волнуйся. Аллах любит тебя, какой бы ты ни был». А другой говорит, «Аллах понимает меня так, как никто другой. У меня особая связь с Аллахом. Он понимает мое положение и поэтому простит меня». Такие люди полагают, что Аллах проявляет безоговорочную любовь ко всем. Мне нравится эта фраза «безоговорочная любовь». Ее не существует, о ней даже в Коране не говорится. Но нам очень нравится говорить эту фразу, потому что мы услышали ее в каком-то фильме или еще где-то. Нам почему-то кажется, что она есть и в нашей религии тоже. Нет такого понятия, как безоговорочная любовь. Ее просто не бывает. А если бы и была, то она распространялась бы на убийц, грабителей, притеснителей. Всевышний Аллах говорит, что Он не любит творящих беззакония. И напротив, Аллах говорит, что Он любит творящих добро. То есть Аллах говорит нам про тех, кого Он любит, и тех, кого Он не любит. Получается, что у любви все-таки есть условия. Мы не можем сказать, что Аллах безоговорочно любит всех людей. Да, Аллах наделяет уделом. Аллах проявляет заботу, проявляет любовь. Но чтобы достичь этой любви, чтобы заслужить любовь Аллаха, нужно соответствовать определенным условиям. Одно из самых прекрасных качеств, помогающих заслужить любовь Аллаха – это покаяние. Ведь Всевышний Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Аллах любит тех, кто возвращается к Аллаху и кается перед Ним. Они чувствуют свою вину и исправляют то, что сделали. Я уверен, что у всех, кто слушает меня, есть куча вопросов, касающихся вашей личной ситуации. Я скажу вам вот что. Вполне возможно, что вас обидел кто-то, и вы не готовы простить его. Хорошо. Но знаете что? Вы не можете сделать следующий шаг. К примеру, если я не готов простить кого-то, я не должен говорить. Кстати, в судный день я расскажу Аллаху, как ты поступил со мной. Аллах спросит тебя за это. Это крайне высокомерные и неуместные слова. Они совершенно неуместны. И я объясню, почему. Всевышний Аллах, описывая судный день, говорит. Не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Наверное, ты будешь тем исключением, который скажет. О, Аллах, этот парень однажды, когда мы играли в футбол, обидел меня. Нет, нет, ты будешь не в том положении, чтобы разговаривать о ком-то. Никто не скажет тебе. Так, давай сначала послушаем твою жалобу. Ведь это у тебя же особый VIP-статус сегодня. Это очень высокомерные и совсем не подобающие величию Аллаха слова. Или кто-то говорит, Аллах никогда не простит тебя. Вы серьезно? Разве у вас есть право говорить, что Аллах простит или не простит кого-то? Кто сообщил вам эту конфиденциальную информацию? Вам что, откровение пришло о том, что Аллах не простит его? Аллах сообщил Муси, мир ему, что даже фараон мог очиститься и устрашиться. Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится. Но вы почему-то на 100% уверены, что ваш родственник отправится в ад. Вы почему-то уверены в этом. Мы должны избавиться от подобного мышления. В первую очередь, если вы не можете простить кого-то, не надо думать, что Аллах тоже не простит его. И это подводит меня к последнему вопросу на сегодня. Для некоторых людей это настоящая проблема, которая не дает им покоя. Люди говорят, я не прощу этого человека. Да, он покаялся, он извинился, пытался исправить то, что сделал. Но я все равно не могу простить его. Хорошо, не можешь, так не можешь, но у меня проблема. Да? Что за проблема? Брат, я вижу, что он часто молится, делает пожертвования, он много кается. Возможно, Аллах простит его и введет в рай. А я не хочу встретиться с ним в раю, ведь я же не простил его. Как вы себе это представляете? Я, наконец-то, в раю, и вот я вижу его, своего обидчика, чей дворец стоит прямо возле моего. Почему Аллах простил его, если я его не простил? Да, есть и такие люди. Они искренне недоумевают. Как? Этот человек не заслуживает прощения. Но что, если Аллах простит его? И это реально тревожит его. Проблема подобного мышления в первую очередь в том, что мы порой забываем, кто есть Аллах, а кто мы. Всевышний Аллах не будет что-либо делать, основываясь на наших чувствах. Аллах, Велик Он и Возвышен, совершает что-то по своей милости и, разумеется, по своей справедливости. Мое понятие о справедливости очень узкое. В моей маленькой голове есть свое маленькое и незначительное представление о справедливости. Я не могу обратиться к Аллаху и сказать, «О Аллах, будет справедливо, если тот человек не получит свой дворец в раю. Пусть ангелы вернутся и заново посчитают его деяния». Это не что иное, как сомнение в божественной мудрости Аллаха. Если Аллах решил простить кого-то, то Он сделает это по своей мудрости и знанию, которое известно только Ему. А вы должны проявлять скромность и не думать, что пока вы не увидите, как ваш обидчик мучается, вы не будете довольны. Гарантирую вам, вы даже не вспомните о нем в судный день. Я гарантирую вам это. Да, возможно, сейчас вы только о нем и думаете. Однако в судный день вы совершенно забудете об этой проблеме. Не то, что своих врагов. Вам станут безразличны даже те, кого вы больше всего любите в этой жизни. Единственное, о чем вы будете переживать, это о своей собственной душе. И больше ни о чем другом. Есть еще одна сторона этой проблемы. Когда мы будем воскрешены, мы уже будем не теми, кем были в этой жизни. Всевышний Аллах говорит, Мы исторгнем из их сердец злобу. Аллах очистит нас от всех отрицательных чувств, которые были в наших сердцах, когда мы попадем в рай, иншаллах. В раю мы будем совершенно другими творениями. Вы знаете, что даже среди сподвижников порой возникали конфликты. Всевышний Аллах говорит в Коране, И они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу. Вы когда-нибудь сидели на свадьбе напротив человека, которого вы недолюбливаете? Даже еда перестает быть вкусной из-за него, правда? Вы берете свою тарелку и идете есть на улицу, поскольку не хотите видеть лицо этого человека. Нам очень трудно сталкиваться лицом к лицу с человеком, которого мы недолюбливаем. Однако Всевышний Аллах говорит нам, что одной из замечательных особенностей рая будет то, что какие бы конфликты и споры не были среди верующих, все они будут стерты. И вы будете сидеть друг напротив друга и радоваться. Вот какое прекрасное обновление ждет нас в раю. Итак, чувствуете вину? Направьте ее в правильное русло. Не позволяйте кому-то другому вызывать у вас чувство вины настолько, что вы станете говорить себе, «Аллах не простит меня». Не делай так. И еще, я не должен позволять моему чувству справедливости решать за Аллаха. Каким должен быть судный день? И кто должен, а кто не должен быть прощен? В этой области наши с вами чувства ничего не значат. Реальность не может основываться на наших желаниях и мечтах. От наших желаний ничего не зависит. Всевышний Аллах, аль-Хаким, мудрый, аль-Адль, справедливый. И Он принимает решения согласно своей мудрости. И как только мы по-настоящему осознаем это, мы сможем найти утешение и довольство. Мы просим Аллаха даровать нам истинное довольство в том, что истинный и самый справедливый судья – это Аллах Велик, Он возвышен. Мы просим Аллаха удалить из наших сердец желание увидеть чье-то наказание и мучение. Само это желание может заполнить все наше сердце и сделать так, что человек забудет о своем собственном спасении. Достаточно мне своих грехов и ошибок, чтобы еще думать о ком-то другом и об их наказании. Пусть Аллах решает это. Это прерогатива моего Господа. Аллах решит их судьбу. Я же должен заботиться прежде всего о своей душе. Да сделает нас Всевышний Аллах более сознательными и да избавит наши сердца от подобных дурных мыслей. И да объединит нас, Аллах, со своими избранными рабами в день суда и затем в раю, чтобы мы сидели друг напротив друга и радовались. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.